Всем доброе утро. Иду, наслаждаюсь жизнью просто. Природа. В этом году никто не косит. Уже какая прелесть. Посмотрите, какая трава. У нас на оболоне никогда такой травы нет. Вечно только чуть-чуть травинки они косят. Только не понимаю для чего. Боже мой, одуванчиком в этом году валом появился этот подорожник. Столько лет мы его не видели с мужем, не могли найти. Нам нужно было все повыкашивали. Свине своей травы не могла нарвать нигде. В этом году, Боже, посмотрите. Во-первых, из-за этого земля влажная. Во-вторых, если жара, то она не так жарко, когда трава. Смотрите, как красиво. Боже мой, тут всегда лысо все. Возле школы, везде все повыкашивают. Обалдею. Уже начинают косить по чуть-чуть, конечно. Чему я огорчаюсь. Я иду с сельпо, ходила за творогом, за домашним. Сегодня в пумовских таких новых, ну новых, относительно новых. Я их особо не ношу в кроссовках розовых, поэтому для меня они пока новые. Редко одеваю их, чтобы не пачкать. Сегодня суббота. Выложила вам ложек по дороге, пока шла за творожком. Вот. Уже вам выкладывается не сильно большой, на 17 минут, по-моему. Ну, так. Сегодня какие планы? Сегодня Артура подружка выезжает и он хочет ее провести. Не знаю, хотел ехать на велике. Я уговариваю его отвезти на машине. Ну, еще не знаю. Может, сейчас приду, уже уехал. Короче, типа, непонятно, когда ехать, на сколько часов ехать. Она, типа, они будут собираться на дачу, а он будет, типа, ее провожать. Может быть, час, может быть, три часа. Короче, не знаю. Хочу поехать с мужем на машине. Вот. Отвезти его и... И подождать там, может быть, в Ашан заедем. Вчера положили полностью на потолок гипсокартон. Сделали подвесной потолок. Вот. Помогал и я, и Артур, когда приехал, и Вероничка. Поэтому все участвовали. Потолок у нас уже положен. И провод на светильник затянут. Все. Сегодня будет продвигаться работа по балкону, наверное. Обещают хорошую погоду. Она-то может все испортить. Возможно, мы поедем сегодня куда-то отдыхать. Не знаю. Каждый день куда-то стараемся выбраться. Все. Иду домой. Покажу вам дома покупки. Так. Ну вот. Домашний творог. По 90 гривен. Тут почти 200 гривен. Творога 2 килограмма. И в сельпо зашла. На 162 гривны скупилась. Вот. Сметанку взяла такую. По скидке 19 гривен. Корм кошке. Кроликом она только ест. Потом дочка вот такую косичку попросила купить. Артур. Кстати, я косичку купила. Сыр вот этот взяла. Опять немецкий вкус. Он очень на Буко похож. Такой Новгород Северский. Взяла на пиццу. Сыр. И вот этот крем я уже брала с слезью улитки. В этот раз взяла с оливой. Очень классно. Я намазала сразу в магазине там. И ручки такие нежные-нежные. Вот. Так что вот такие были покупочки с утра у меня. Пиццу буду готовить, не знаю. Либо сегодня, либо завтра. Сын просит гавайскую с ананасами. Идем с Негуся на улицу. Да? На шлепки я делаю. У меня такая штука есть. Вот цвета хаки. Типа военная куртка. Куртика. Я ее надела сегодня. У нас в подъезде так холодно. Я вышла и замерзла. Сейчас посмотрим, как она называется. Типа и на улице. Очки надо положить. Такая вот кофточка. Типа рубашки. Ну, такая плотная. Можно как легкую куртку носить. Так, пошли вокруг дома. Где мало поезжали, наверное, опять. А, ну, это ж три выходных опять. Да, по-моему, понедельник выходной. Трава. Радоваться на траву обычную не могу. О, ворона хлебушек мочит в луже. Так, смотрите, как красиво. Знаешь, как в лесу. Короче, сын таки поехал на велосипеде. К подружке. Вот. Что? Я поубирала у всех грызунов. Хомяки тоже пока у нас живут. Убирала у свинки, у крысы и у хомяков. Поменяла им стружку. Кстати, у меня стружка допрессованная закончилась. Надо поехать купить. Или в АТБ сходить. Вот. У меня все спят еще. У нас муж спит. Вон, бедненький. Вчера 5 утра на рыбалку. Потом вечером мы еще раз на рыбалку. Короче. Балкон целый день делал. Устал. Вот сейчас, наверное, с утреца не знаю. Если муж ничего не скажет куда-то ехать, то, наверное, буду помогать ему балкон делать. Вот так вот. Такие дела. Цветочки хочу вам показать. Когда не косят, видите, даже цветочки такие прелестные растут. Красиво очень. Нинька, пошли. Абрикосы будут в этом году. Так, многоладенько абрикосок смотрю. Посмотрим, как будет. Главное, чтобы Неград не побил ничего. Это туда будут точно. Людей мало. Классно вообще. Ой, как тут пахнет. Ку-ку. Нинька. Что потерялась уже? Вышла с подъезда и уже потерялась. Нинька. Так, лежала у меня клюква. Решила сварить клюквенный морс. Как я его делаю? Чтобы не перетирать потом на сито, отваренную, можно отварить, да, в кипятке. Клюкву перетереть на сито, ее вот так ложкой. И сахаром сварить, да, то, что останется. Я делаю проще. Я взбиваю блендером, любым. Можно погружным, я обычным. Вот. Взбиваю клюкву без сахара. Выливаю ее в кипяток. И добавляю сахар. И потом вот этот морс я процеживаю. Все. Получается то же самое, только не надо перетирать ложкой. Вот. Я буду пробовать на сахар. Добавлять по мере надобности. И разолью бутылки, уберу в холодильник. Вот. Будете пить морсик. Если не буду пить, то я перелью из стеклянных кувшинчиков бутылки пластиковые. Когда у нас стынет, и заморожу. И можно замороженный хранить сколько угодно. В принципе, так любой компот. Вот. Летом по-любому выпьют. Достанут, разморозят и выпьют. Все. Морсик варится. Я сейчас буду пирожки делать. Жареные. Так. Приготовила такое тесто. Это тесто на соде. Значит, рецепт такой. Если вы готовите на кефире, добавляйте 4 стакана муки, пол литра кефира, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли и чайную ложку соды. Все замешивайте. Можно яйцо добавить, можно не добавлять. Я в этот раз добавила. Все замешивайте. А, еще 2 столовые ложки масла любого растительного. Вот. И даже тесто липкое, но с ним можно будет работать. подсыпать муку. Потом оно должно быть вот такое мягенькое. Вот. Здесь у меня больше муки. Я не буду говорить, сколько, потому что я на глаз делала, потому что я добавила не кефир, но плотнее. Я добавила сыроводку. Сыроводка, она жидкая, как вода. Поэтому у меня муки ушло здесь, наверное, стаканов так 4, а так, наверное, 7. Вот. Соответственно, и всего другого я добавила больше. Вот. Буду жарить пирожки. Буду делать их плоскими, наложить начинку, потом раскатывать, и чтобы они хорошо прожаривались. Так, смотрите. Вот так я раскатываю пирожки. Беру жирными руками в масле кусочек теста. Тут с маслом она тоже все маслом. Скалка тоже в масле. Скалка у меня маленькая. Ложу много-много творога. То есть полную вообще вот эту всю. Ну, распластываю ее в руке, налаживаю много творога, и потом защипываю и раскатываю. И получаются вот такие огромные плоские пирожки. Это сладкий творог. Вот такая вкусняшка. Морс у меня уже сварился. Подостынет. Я его потом процежу, перелью. И здесь у меня варится картошка на пирожки тоже. Пирожки будут с картошкой, с жареным луком. Все. Жарю. Масло подливайте и огонь регулируйте. Я то большой делаю, то потом уменьшаю, но маленький. Когда вижу, что начинают сильно они активно пирожки бушевать, бушевать, я подливаю масло и убираю огонек. Вот так вот. Все. Жарим. Так. Доча сделала мне маникюр такой вот нудовый. Нудовый с золотыми блестками, шиммер мелкий. Такой я захотела. И ногтики я подпилила. Она мне сделала гель-лак. И сейчас муж детям макдональдс привезет. Так, а я себе филешку варю. Куриное. Так, дети будут сейчас макдональдс кушать. Пирожки мои тягают все. Вкусные очень получились. Какой-то прозрачный, да? Унимай. Да, но с этой первой серии его не было, да? Да, не было. Кто это такой? Пиксель или что? Нет, это не пиксель. Мелая прическа. Шевелится. Расскажите, все там дали? Да. Игрушку? Вроде все дали. Какую игрушку? Классно. А покажи мне ту игрушку, какая у тебя есть. У меня был кубер. Она не... Ну, поедим сейчас и поедем. А ты что, не будешь есть? Кого? Ну, еду. Нет, я поел нормально, что мне есть, поскольку... Собираемся на природу поехать сейчас. В этом году ландышей мало, не очень маленькие растут. как-то каждый год мы ездили, было очень много, но в этом году повырывали их почему-то очень рано. Те, кто торгует ландышами. я вот маненький букетик нарвала, мне хватит. Все, гуляем в лесу, тут шикарно просто. Красиво, луч света такие. ой, какие фотки крутые вообще. Класс. Обалденная. Сейчас посмотришь, какая фотография. Ника, стой, сядь. сидеть. Ника, Виталинка, смотри на меня. Класс. Мы с полканом на границе. мотоцикл. Да. Круто вообще. Теперь покажу. Сейчас покажу. Боже, ну это просто кайф. Приехали на Десну. Муж пошел ловить рыбу. Как все хотим словить рыбку. Дети там играются в тарелочку. Красота. Смотрите какая. Природа. Тут красиво очень. Видите, Десна такая. Песчаный берег такой он высокий. Наверное, птицы живут под берегом типа ласточек. Тут канал разлился. Рыбаки ловят. Круто очень-очень-очень. Солнышко садится. Поехала дочка со своим другом и Виталинка. А Турчик дома остался сегодня. По Киеву намотал на велик на велике очень много ездил. С Абалони на Куреневку, с Куреневки на Министерку, с Министерки на Лыжгород и потом домой. так что нагулялся. Не захотел с нами ехать. Ленка бехает там с Вероничкой с ее другом гуляют в тарелку. Мы сюда наверное как-нибудь с мужем утром в пять утром отнемся сами без детей. У нас такая семья что всех собрать. Дочка старшая соберется быстро, но она не всегда хочет рано вставать. А вот сын поднять его практически нереально рано утром. Это Ленку так если с вечера настроить то можно с ней договориться что она поедет с нами. или проще ее положить спать так полуодетой знаете и потом поднять прямо в одежде забрать увезти. Ну с детьми вы же сами понимаете Виталинка не ест ту еду которую мы можем с мужем покушать. Да я там нам с мужем две картошки возьму два яйца там консерву какую-то в принципе нам больше ничего не надо или там два бутерброда. Когда уже ехать с Виталинкой или со старшими детьми это надо брать уже каждому как минимум по два бутерброда нас пять человек это десять бутербродов чая как минимум два литра и то это мало три литра два два-три литра чая что-то еще брать надо с собой какое-то мясо какие-то шашлыки короче я не знаю что-то жарить варить короче это сложно это целая целая подготовка ну и опять же не в еде проблема проблема в том что всех разбудить и собрать вот и в итоге мы раньше двенадцати утра никуда не выбираемся вот а так мы утречком если в пять встали полчаса чтобы собраться а то и минут двадцать вот мне главное голову помыть там и быстренько это все смотрите какие цветочки какая красотень вот и ой такой запах тут шикарный еще надо в этой стороне дачу посмотреть это сюда осейщина верхняя дуба пирного здесь мы находимся кто знает нижняя дубичня верхняя дубичня сюда в эту сторону солнца садится вот короче что я вам хочу сказать я хочу сказать что в пять утра мы если встаем с мужем то мы собираемся минут двадцать полчаса по шестолу мы выезжаем где-то так а вот даже если в шесть мы выедем то к тому времени пока проснутся дети мы уже приезжаем домой ну или Виталинка может раньше проснуться сын вообще долго спит теперь вот так что в принципе особо мы никому знаете там не напрягаем своим уездом вот погода у нас наладилась дожди прекратились вроде бы слава богу вот естественно и у мужа отпуск заканчивается вот вместе с дожьями но в июне муж должен еще отпуск недельку взять так что я рада поэтому если дай бог все будет хорошо нам разрешат ездить отдыхать то мы в июне поедем в Одессу каждый год уже два года подряд не получается поехать в июне в Одессу с палаткой почему погода первый признак в том году погода была в прошлом году погода была шикарная но была зеленая Одесса море было все в июне залито зеленью вот позапрошлом году было холодно в июне мы не поехали или дожди было ну что такое не помню короче говоря все время не получалось вот так вот хотим очень поехать в Одессу с палаткой мы ездили с детьми очень круто так дня на 3-4 поехать можно спокойно пока у мужа отпуск будет и потом муж тем более всегда так берет отпуск вам лайфхак кому надо взять отпуск берите так чтобы совпадали какие-то праздники 3 дня выходных вот всегда круто вот муж всегда берет так получается у него 2 5 дней отпуска 2 выходных перед отпуском 5 дней отпуска это уже 7 дней плюс 2 выходных после отпуска 9 дней и плюс еще один выходной если праздники дополнительные то 10 дней получается отдыха вот с выходными и с праздничным днем так что вот так слушайте как птички поют прекрасно правда просто прекрасно да я взяла я взяла компотик с собой морсик клюквен и пирожки взяла те что нажарила пойду сегодня за кефиром завтра буду пироги жарить то очень мало получилось короче всем не хватило мужа брат сказал что пирожки шедевральные обалденно вкусные и супер супер короче говоря пойду завтра жарить буду вернее завтра жарить еще так ладненько пока прервусь и потом вам еще что-то поснимаю наверное смотрите мне на ногу репехи купились какие они как ежики смешные ой я вот это знаете что иду и думаю никогда не оценишь природу пока вот вообще ничего не оценишь в жизни пока не будет сравнения с чем там вот поэтому природу можно оценить только живя в городе поэтому кто живет в селах они часто вот мусор бросают знаете там в лесу и везде вот ну я замечаю это сами вот эти ямы роют в лесу знаете потом в этих ямах мусор зарывают вот поэтому а когда вот с города с грязного приезжаешь на природу начинаешь все ценить конечно ты нашла меня где папа где Виталик я конечно не утверждаю что именно вот так кто живет в селе там все прям мусорят и все я даже часто сейчас на сельских кладбищах вижу что пишут что они цветы пластмассовые не ставили не засоряли природу да что типа лучше там деньги в церковь отнесите эти или живые цветы купите но то что вижу то вам и рассказываю потому что часто в селе я же говорю выкапывают ямы и сбрасывают туда мусор или просто в лес я смотрю вывозят прямо в мусорных кульках мы часто на природе я это вижу и даже вот у свекрови на даче они платят деньги за вывоз мусором вот трактор ездит собирает этот мусор и вывозят луг там есть такой за этим лугом там типа песок роют или что такое ямы там короче и в эти ямы скидывают мусор вот так вот за что деньги платят вообще непонятно такие дела вот она я что-то в другую сторону камеры снимаю но хочу вам показать природу дальше на меня смотреть смотрите какая красота солнышко ой сегодня она красилась такой розовенькой помадкой сейчас помадой сильно не помажешься потому что маски поэтому когда иду в магазин я или блеском бесцветным крашусь или вообще ничем или помада гигиеническая у меня такая красноватая от Невея а так когда куда-то едем в такое место где губки крашу что даже дышать тяжело такой воздух классный сейчас хочу к водичке сходить еще посмотреть что там солнышко иду к воде Виталинка не хочешь к воде сходить? так водя вывалилась вон выли чернючая знаете ужас ужас бемотик мини мы там очень грязь любим ой я не знаю пройду ли я туда вода там разлилась здесь сна сначала мужика перепутала другого с мужем вот так вот иди я же тебя звала чего ты не пошла иди по вот этой дорожке осторожно а что десна красная или мне кажется пахнет как гейзеры да пахнет как гейзеры говорит что-то мне показалось что вода красная ух ты класс обалдеть как на море красиво ты опять туда побежала? да идем по песочку пройдемся смотри тут можно песок обваливать смотри я знаю мы близко не подходим смотри ты близко не подходи хорошо? Виталик это же вот эта десна все же разливается туда он кому счастье по краю не ходи здесь дальше красиво так что тут уже подванивают горячим Виталинка говорит как на гейзере на море Виталина у нас обуви нет запасной короче вот так вот что я вам хочу сказать это счастье когда из города выезжаешь на природу ну я думаю для тех людей которые очень долго на природе например очень много лет жили в селе и выехали в город думаю для них тоже счастье в городе Виталинка ты видела ракушки фиолетовые? вон смотри какие улиточки классно тут песочек такой беленький Мальдивы прям не могу налюбоваться а-та по болотам по грязюкам 4 ВД включила и погнала красотка наша блондинка прям вот рождена быть блондинкой вот так иметь белую собаку ой ко мне кто-то прицепился Виталине кто забирай ежика люди кстати в палатках живут полным ходом мы подъехали тут где-то 3 или 4 компании в палатке интересно ночью наверное холодно все-таки хотя если это чисто рыбаки мужчины то думаю вечером им не холодно думаю они запаслись тем чем можно согреться 100% даже гадать нечего ой ну вот все покажу вам последний раз такую красоту и закрываю камеру и вот эту красоту покажу боже как они меня любят да я кстати заболела вчера проснулась у меня кашель был сильный и сегодня выпила два раза афлобин вчера у меня все прошло к обеду где-то а сегодня у меня с утра кашля не было но так горло трошки чесалось более кашель такой горловой знаете ну я просто знаю что такое горловой кашель потому что я горлом все время мучаюсь вот и сопли сегодня появились насморк вернее приличнее сказать насморк вот ладно пойду к машине прыгают из воды вот смотрите только что крысу или что-то видели на той стороне черная бежала ну оно не видно что так по походке кажется что крыса Ника Ника иди ко мне рыбаки дальше она погнала она вот как побежит куда-то думает что Виталик вечно потом теряется небо отражается класс вообще погнала ну куда ты пошла Ника это не наша машина все время джипы путает вот вот такая красота у нас плохой букетик класс так обратный путь не снимала потому что спала чего-то так вырубила просто вообще не знаю не могла глаза открою вырубаюсь приехали домой у меня что не очень хорошо себя чувствую короче были тут посредине я хочу спать очень очень может просто устала все на этом блог заканчиваю всех люблю целую увидимся завтра всем пока все хорошо все хорошо